Пользователи крупнейшего в мире интернет-форума начали забастовку. Чем недовольны, расскажет Филипп Трофимов, ведущий программы Вести.нет. Филипп, приветствую. Сам ресурс сейчас доступен другим пользователям. Добрый день. Ну, сам Reddit тоже падал, ну, то есть был совсем недоступен никому, но это относительно быстро починили. Другой вопрос, что полезного контента там теперь доступно существенно меньше. Ну, а виноват во всем искусственный интеллект. Самые знаменитые генеративные нейросети и независимые проекты. Большой бизнес и инвесторы, биржи и сотни миллионов пользователей. Все они не смогли договориться, и в итоге получилась, ну, как минимум, одна из самых масштабных забастовок в истории человечества. Речь о ресурсе Reddit, который считается крупнейшим в мире набором самых разнообразных сообществ. Своего рода глобальный суперфорум. Более 50 миллионов ежедневных уникальных пользователей и около полумиллиарда заходящих ежемесячно. Это при том, что это не мессенджер и не соцсеть, и это не очень про развлечение. Это место, где можно, например, получить ответ на любой вопрос от действительно квалифицированных специалистов. Например, в сообществе про авиацию множество действующих и бывших пилотов всех мастей со всего мира. И вот таких тематических сообществ 140 тысяч. Это только активных. Всего их под полтора миллиона. Так вот, около 7 тысяч крупнейших сообществ, на которые суммарно подписаны 2,5 миллиарда человек, закрылись. В знак протеста против новых политик руководства ресурса. Большая часть администраторов говорит про 48 часов, остальные готовы не открываться до отмены нововведений. Процесс закрытия сообществ и обсуждение этого транслируется в прямом эфире на сервисе Twitch. Создан отдельный сайт со списком бастующих. Камнем преткновения стала идея Reddit ввести плату за API. Ну, то есть программный интерфейс, который позволяет сторонним сервисам и приложениям получить доступ к контенту Reddit. Благодаря API, например, существуют все альтернативные клиенты этого суперфорума. Программы, которые некоторые пользователи считают более удобными, чем официальные приложения или веб-интерфейс Reddit. Соответственно, все эти альтернативные клиенты объявили, что платить не смогут и закроются. Пользователи подняли бунт, требуя отменить плату. Впрочем, история на самом деле немного сложнее. Есть мнение, что началась она с чат-GPT и ему подобных генеративных нейросетей, для тренировки которых используются данные из интернета, то есть в том числе и с Reddit. Благо, это один из крупнейших источников одновременно и знаний, и образцов человеческого общения. В итоге способности чат-GPT давать развернутые ответы всех привела в восторг. OpenAI, ее крупнейший инвестор Microsoft, активно эти восторги монетизирует. А Reddit, которому содержание суперформу стоит приличных денег, ничего от этого не достается. И Reddit решил взимать плату за программный интерфейс доступа к своей базе. И он не первый такой. Ранее плату за API ввел, например, Twitter. Там тоже были скандалы, но преимущественно иного рода. В частности, Атершак обрубил информирование пользователей оперативными службами о всевозможных погодных и прочих угрозах. Им в итоге доступ вернули, но альтернативные клиенты и всевозможные ученые-исследователи, в том числе и те, что работают в области искусственного интеллекта, остались без привычного инструмента и бесплатно безграничных данных Twitter. Но и безотносительно нейросетей. Сторонние приложения умеют зарабатывать на данных, создаваемых на больших площадках. И доходами не очень делятся. В случае с Reddit речь идет о миллиардах запросов через API, которые компания долгое время обрабатывала бесплатно, рассчитывая на то, что это ведет к росту аудитории самого Reddit. Но теперь речь не столько о свободном сообществе, сколько о большом бизнесе. Reddit был основан студентами университета Вирджинии в 2005 году. Сегодня это компания, которая поглощает стартапы и привлекает сотни миллионов долларов от инвесторов. Инвесторы, в свою очередь, хотели бы видеть, что Reddit умеет зарабатывать. И более того, предполагается, что до конца этого года он должен выйти на биржу. А это тоже требует демонстрации эффективности. В общем, есть версия, что просто так плату за API Reddit не отменит. С другой стороны, и без тысячи главных своих сообществ он тоже не очень привлекательный.